Еще одна неделя позади и Максим Морозов подведет ее итоги в тематической передаче «События недели». Глава городского округа провел выездное совещание на карьере Волкуша. Евгений Серегин проинспектировал ход работ по благоустройству пляжной зоны и дал ряд поручений по дальнейшим этапам проекта. Напомним, что в планах городской администрации на территории карьера установить все необходимые элементы для полноценного, комфортного отдыха граждан, которые будут соответствовать всем требованиям безопасности нахождения на водном объекте. В минувшие выходные карьер уже посетили тысячи туристов. Жаркая погода собрала вокруг водоема отдыхающих из Москвы и ближайшего Подмосковья. Температурный рекорд привлек повышенное внимание карьеру. Гости и жители города целыми семьями размещались на пляже, чтобы уловить первые по-настоящему летние лучи солнца и окунуться в воду. Латкаринцы приняли участие в областном экологическом забеге «Чистая Подмосковья» к юбилею. В минувшую субботу жители города собрались в лесу со стороны пожарной части, чтобы совершить экопробежку, во время которой участники акции очищали территорию от мусора. В переводе со шведского такая акция называется «Плоггинг». В забеге приняли участие порядка 50 человек. Экологическая акция была приурочена к 90-летию Московской области и прошла во всех муниципалитетах региона. Организаторами акции являются Общественная палата Московской области и Главное управление социальных коммуникаций Подмосковья. Одной из важных целей мероприятия является привлечение внимания жителей к проблемам экологии. Депутаты Совета депутатов провели очередные встречи с населением. В понедельник и в четверг народные избранники пообщались с жителями домов 1-11 и 26 на Комсомольской улице. В доме 1-11 в данный момент времени идут капитальные работы по ремонту кровли и фасада. Местные жители поинтересовались сроками и планами работ, а также высказали свои пожелания под данным ремонтом. Большая часть вопросов касалась содержания и обслуживания многоквартирных домов этого района, а также дворовых территорий. Все просьбы и пожелания были зафиксированы представителями управляющей компанией МУПДЭС Латкарина и аппаратом Совета депутатов. Единый день диспансеризации состоялся в городе Латкарина. Поликлиника номер 2 открыла свои двери для жителей муниципалитета в выходные, чтобы как можно больше людей смогли посетить учреждения здравоохранения. Десятки латкаринцев смогли пройти обследование у квалифицированных специалистов и получить информацию о состоянии своего здоровья. Диспансеризация помогает на ранней стадии обнаружить болезнь и взять ее на контроль. Серия творческих вечеров прошла на парковой территории около Дома культуры «Центр молодежи». Артисты ДК подготовили для зрителей яркие танцевальные и вокальные номера, а также перед зрителями выступили юные дрессировщики собак. Подобные праздники проходят регулярно около стен культурного учреждения. А в Центральном парке города состоялись веселые старты для школьников, которые отдыхают в летних городских лагерях. Для детей была подготовлена веселая программа, а в конце мероприятия прошла зажигательная дискотека. Очередные матчи первенства Московской области по футболу среди детей состоялись на стадионе «Полет». В гости к латкаринцам приехала команда «Сатурн» из Раменского. Наши спортсмены смогли показать уверенную игру и одержали две победы над лидером чемпионата. Футболисты 2008 года рождения победили со счетом 3-2, а сборная 2009 года оказалась сильнее со счетом 2-1.